Здравствуйте, меня зовут Ира Ливанчук и я живу в деревне. Я сегодня расскажу вам историю про капусту. Как она у меня не растет, и что я делаю, как я нахожу выход из положения. Я сажала несколько лет капусту, она у меня не вырастает. Не знаю, вроде бы и сорта F1 сажаю, как с баклажанами, так и с капустой. Какая-то культура растет у меня хорошо, какая-то нет. Ну, наверное, вот не люблю я эту капусту. Места много занимает, толку с нее, наверное, мало. Когда можно было раньше выйти так из положения, купить где-нибудь, когда осенью кто-то продает. Заготавливает и продает. Однажды мы купили в частном хозяйстве излишки, недорого, мне очень понравилось это. А так я покупала последние годы у одной девушки у нас. Тут она оптом занимается, где-то выращивают они, и оптом продают. И как-то вот мне удавалось купить несколько сеток. А в прошлом году она сказала, я не хочу продавать в розницу. И продала все оптом, и говорит, мне так больше нравится. И мы остались без капусты, поэтому я посадила. Как всегда бывает, когда посадишь, значит, есть много вариантов. Как не посадишь, так вообще останешься без капусты. Вот так вот. И как раз я не посадила, не купила, не закупила у этой девушки. И получилось так, что... Помните капусту? Мы взвешивали качан капусты в ленте. Он у нас вытянул на 700 рублей. Так мы пошли без капусты и сварили суп без капусты. Так что так вот получилось. А сейчас вот у меня... Вот у меня... Вот капусту. И скажу вам больше. Я сначала купила 2 сетки по 14 рублей килограмм у этой девушки. А раньше было как у нас? Я покупала у нее на засолку, а потом какие-то вот маленькие качаны. Вот это вот даже и то, хоть маленький, он хороший. А были и мягкие какие-то. В общем, все такое. Она мне продавала недорого. 50 рублей сетка для козы. И ему это замороженое, не замороженное, я принесу домой, разморожу, отдам козам, курам. В общем, так-так мы выходили из положения, кроме прошлого года. И в этом году вот я купила 2 сетки на засолку. И говорю, если там что останется, вот так же, как раньше, мы купим 50 рублей за сетку. Она говорит, она осталась вся хорошая. Я говорю, ну тогда не надо, потому что солить мне хватит 2 сетки. И потому что свою, я сейчас вам покажу, какая у нас своя наросла. Ее садить невозможно, ее только тоже скормить животным. Что я и делала успешно. Весь октябрь месяц скармливала, еще осталась на ноябрь, наверное. Капуста. Вот. И она говорит, хорошая. Я говорю, ну тогда не надо. И она мне звонит вчера и говорит, ну Ира, тогда покупай дешево, потому что она у меня замерзнет, пропадет, жалко. И вот я купила 5 сеток за очень дешево. Даже не скажу, за сколько. Вот. Конечно, если бы у меня было желание, я бы могла бы это поквасить и попродавать. Но у меня квашеная тоже не очень получается капуста. Поэтому, что я сделаю? Я себе поквашу, эти кочаны отберу. Что-то я спущу в погреб в пленке пищевой. Это очень хорошо хранится. И, ну, а что-то буду кормить, скармливать животным. Это у меня, я бы вроде бы попросила вчера, он мне загрузил зимнюю резину. Это новая резина наша. В прошлом году мы отъездили сезон только на ней. Вот. А сейчас летом мы ездим на зимний старый. А это зимняя новая. Так что сейчас, нет, завтра я поеду на почту отправлять письма. Сейчас пойду собирать. И, может, удастся машину где-нибудь помыть. Не знаю. Сейчас я вам покажу мою капусту, как она наросла. Прелесть. Прелесть. Скажите. Прелесть. Вот так. Вот так у нас осталась травка, газон. Еще не засыпала ничего. Ой, так я люблю. И октябрь люблю. И сентябрь люблю. И ноябрь люблю. И декабрь люблю. Январь не очень люблю. Сильно холодно. А так... Все люблю. Вот так. Вот доченька стояла здесь. Машина стояла. Приехала. Монгольская кость грезет. Сладкая моя девочка моя. Сладкая. Сладкая. Нарыла я. Моя девочка. Глистогонили мы ее вчера. Я ее глистогонила. Так, леточку съела, да и все. Молодец. Умничка. Все, все хозяйство вчера глистогонила. Вот мой магоний подуболистный. В огороде у меня почти порядок, поэтому я не переживаю за огород. Вот здесь вот я высаживала... Не высаживала, а попробовала укоренить гортензию. Такая шаровидная, белая. Но они у меня не прижились там. Что-то лежали-лежали и что-то неудачно. Но я ее сохранила. Все равно в одном месте она у меня в отличном состоянии. И отросла, и нормально. Вчера я тут щипала кур. Видите? Одну курицу Вадиму дала, одну себе. Видите, какая у меня наросла капуста. Ну, что это такое? Конечно, ее можно пообобрать, еще что-то там. Но все равно она по сравнению с той никакая. С курами мы еще не определились, у кого куда. И еще на улице, раз живут некоторые куры на улице, в теплице. Ой, поместные мои вот эти с меркашками на улице. Мне кажется, они зачихали. Но я не знаю куда. Что-то у меня я растерялась и не знаю куда что. Кого что куда мне. Строит что ли что-то. Наверное, может быть, чиномонтаж. Здесь шиномонтажка очень хорошая, ее очень хвалят. Я всегда ей пользуюсь. Ну, вот, может быть, строят большую такую. Может быть. И недорогая, кстати. Самая недорогая из всего, что я знаю. И качественная. Не знаю, может быть, и не шиномонтажка. Может быть, не знаю. Видите, как притеснили. Тут не подъехать даже. В общем, у меня проблема такая. У меня резьба. То ли здесь, то ли на вот этих штучках. Резьба сорванная. И не держится. Вот один, по крайней мере, болт. Но он говорит, что все менять надо. Так что надо сейчас купить новые мне. Теперь боюсь ездить я. Но он сказал, не бойтесь потихоньку. Так что надо, наверное, новые. Вот у нас та резина бридж-столл. Мы новые покупали. А эта лет сто ей уже. Как она называется? Не знаю. Не важно. Я сейчас спрошу, сколько всех надо. Все их надо или нет. Или на том колесе только. Помните мяту, которую я вам показывала в тепличке? Вот. Я ее хорошо не забыла. Занесла. Тут корешки вот какие наросли. Не так и много. Но нет, хорошие корешки. Нормальные, я считаю. Я камеру повернула не фронтальной стороной, а обычной. Поэтому я буду с этим мать и ничего не видеть. Потому что делается. Ну вот, кстати, без корешков череночек. Можно его еще в воде оставить. Так, земля у меня хорошая. Вот прям хорошая. Видите, какая. После того, как мы делаем навозные грядки, серединку перегной прошлогодней. Вот у нас повторяется то же самое. Вокруг навоз, серединке перегной. Прошлогодний навоз. И вот так мы тыквы выращиваем. Огурцы, арбузы и так далее. Такие все бахчевые. Ну вот, все равно мне прислали вот из Тенториума. Я, вернее, заказала. За свои деньги купила. Это не реклама. Я про Тенториум всегда так говорю. Потому что я там работаю, получаю. В общем, такой вот почволушитель. Органно-минеральный прополисный. Повышает плодородие. Повышает устойчивость к растениям. Ростник заболеваний. Способствует удержание влаги. Поставку давайте прочитаю. Широт прополиса. Это широт прополиса. Ну, отходы в прополисные выжимки, наверное, когда делают. Немножко добавлю. Мне по составу она очень нравится. А здесь помешают. Ну и давайте посадим. Они высокие. Высокие. Я их так посажу полностью. Пусть торчат. Потом обрежу макушечку. Так обрежу макушечку. Буковые начнут расти. И это хорошо. Это мята, честно говоря, из магазина. Я не знаю, кто-то купил. А у нас мята в огороде растет даже двух видов. Ну, получилось и получилось, ладно. Я люблю мяту. Для сна. Вот. Люблю такой попить на ночь. Мятный чай. Успокаивающий. Чтобы сон был хороший. Я люблю это дело. Чтобы ничего не загнило. Я сразу посажу все в кучку. Потому что в полечку и хорошее. А когда говорю, посажу, у которой черенков, у которой корешки не наросли, я говорю. Я поставлю опять, да куда это, что делать? Выбрать и да и все. Видите, как? Вот не могу, блин, я выбрать, что со мной делать. Что хотите со мной, то и делайте. Не могу не уметь. Мне надо все использовать куда-нибудь. Можно зимой как раздать. Ну, мы садим, вы садим на улицу. Потом, может быть, будет веточки рвать. Может быть, это будет самым братьевым, что мы понадобиться не знаю. Может быть, сейчас вот можно будет обрастать, буду рвать и сушить. Может, обчинь не знаю. Просто выносить не могу, что я не могу, что я не могу, что ты пригодится. Ну, это вот такой, уже старческий. Старческий привычки какие-то. Так, ну, все, а здесь нет, все, хватит. Еще хочу я не грозилий. У меня остались. Прошу вот помню, я не грозилин показывала. Всем семян записывала. У меня остались еще ванночки, и семена остались. Можно будет посадить еще не грозили. Ну, сейчас пока не хочу, где-нибудь так в январе. Вот, к дочке нам приезда опять посажу. Подгадаю так, чтобы они приехали. Ну, а как красоте не получилось. Красота. А когда заколосится, все. Так что у меня огород уже на окне. Живи, как выживай, что-то я не знаю, что-то получится, получится, не получится. Потому что, ну, как бы ни сезон, вообще ни сезон. Ни для укоренения, ни для проращивания. Ну, для чего. Ну, вот, красота же. Чуть-чуть полью. Желечка, кстати, эта из семь семян. Такая красивая. Прелесть. Чуть-чуть полью. Так. И вот еще, что хочу вам показать. Вот это анимоны. Тоже выкопала я из земли. Уже замерзшую. Ну, она вот сколько-нибудь подцветет. Если даже потом она пропадет, ничего страшного. Потому что у меня там очень много. Я не знаю, то ли их выкапывать, то ли не выкапывать. Потому что и так хорошо, и так хорошо. И выкапывала они у меня, прижились. И не выкапывала. Взошли и цвели. Красные, например, у меня я не выкапывала их. Или выкапывала. Такой у меня клен есть. Это клен генала. Я его нечаянно скосила. И посадила. И он вырос. У меня прирост. Сначала он, конечно же, жил в мешочке. В этом вакууме. Потом у него выросли корешки. И теперь, конечно, он здесь зимовать не может. Ему надо в землю. Его можно прямо вот так вот в стакане закопать в землю. Можно прорезать какие-то вот полосочки. Чтобы весной он, когда проснулся, там началось все у него. А можно, наверное, и не прорезать. Ну, сейчас пойду закопаю. Здесь нельзя ему зимовать. Сюда поставила, но земля везде мерзлая. А лопаты нет. Ковырял он. Ковырялка. И вот такой ничего не наковыряла. Ну, вот у меня есть зато опилки. Такие перепревшие хорошие опилки. Я так подзасыплю маленько. Не сильно с головой. Чтобы корешки не замерзли. Вот, все, наверное, хорошо. Вот такие же клёны. Продать что-то их не могу никак. Такие клёны шикарные. Клён генала, вырастила и семечка. Ну, вот, может быть, поформировать покрасивее. Вот это я весной, наверное, скорее всего, расчеренкую. Расчеренкуются. Они прекрасно. Видите? Расчеренковала. А этот большой можно куда-нибудь за ограду посадить. Он будет украшением. Он красный, красивый, прекрасивый. Сегодня 2 ноября. И вот у меня опять всё оттаяло. Сейчас опять несколько дней будет плюсовых днём. Нарадоваться не могу. Смотрите, у меня тут семечки зреют. Ну, потому что это такая, видно, роза не гибридная. Мне она тем и нравится, что она не махровая. Очень нежная. Очень нравится. Красивая. Я думаю, что она не будет вымерзать. Такие розы у меня ещё как-то приживаются. А вот эти вот очень супер-супер красивые никак. Так вот это надо убирать, потому что лопнет всё. Я знаю всё это. Как-то это всё очень быстро ломается на морозе. Глазмасса вся. Тяжеленные такие. Ой, не той рукой. Дайте-ка я помилю руку. Ну, всё остальное будет так зимовать. Кстати, хосты, не переживайте, и в стаканах зимуют очень хорошо. Вот. Видите, в стаканах пол-литровых прекрасно. Вот эта голубая, видно. Как-нибудь её подальше туда. Вот, потеплее ей там будет. Вот здесь вот у меня пион, но вот это вот, он рос раньше с маком. Может быть, это мак? Я думаю. Я всё надеюсь, что у меня что-то хорошее, красивое. Дайте-ка я, чтобы было получше. Пониже уберу. Зачем это? По морозе всё будет. Вот здесь у меня тоже голубые хосты. Вот здесь пусть засыпет. Видите, я унесу, конечно, кашпор. В теплицу унесу. Видите, как засыпали, опять всё проросло у нас на этой дорожке. Надо покрывать чем-то, наверное. Так, пониже немножко. А тут что у нас? А, у меня здесь какой-то плющ. Между прочим, растёт. Красота. Какой-то плющ. Зимний какой-то. Южный какой-то. На юге мы его где-то сорвали. Я его тоже укоренила. Ну, всё, наверное. А этим ничего не будет вообще. Вот, может быть. Это гортензия? Нет. Это чубушник. Это чубушник. Тоже понижевать. Потому что они так не сильно давно укоренённые. Подождите. Где-то дёрен, где-то чубушник. Не помню, где что. Не помню, где что у меня. Так, вот здесь. Всё пониже надо. Пониже. Пониже, понадёжнее. Вот этот красивый очень. Виноград. Куда-нибудь тоже. У меня теперь винограда нигде нет. Посажу себе. И снова сижу. На солнышко иди. Я приготовила себе фронт работы. Вот эти сетки, которые я купила. Я перепутала не шесть сеток, а пять сеток за 300 рублей. Я купила, потому что просто у человека их некуда было девать. Поэтому всё приготовила. Штатив, хотя, не знаю, снимать, наверное, не будут. Что тут снимать? Её снять. Верхние все снять, снять, снять. Повреждённые. Но тут повреждённых нет. Капуста просто великолепна. По такой цене это... Ну, просто, чтобы не выбрасывать её. Она продала. И подружки моей тоже. Вот. Сюда я буду листья отхода. Ножик. Сюда буду замотанную в пищевую плёнку. Капусту. В погреб. Зачем мне столько капусты, я не знаю. Ну, может быть, буду кормить птицу. Потому что можно, конечно, и замороженную оставить. Но кто знает, как она сохранится, замороженная. В общем, замороженная тоже сохранится. Посмотрим. В общем, посмотрим. Два мешка там в вагончике лежат. Может, пусть они там остаются. А эту вот на засолку можно и вот так вот переработать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Получилось столько капусты. Это три сетки. Капуста достаточно... Сейчас я даже взвешу один. Ну, вот такой средний. Ни большой, ни маленький. Есть, ну, наверное, есть побольше, но поменьше, наверное, нет. Вот два килограмма. Вот таких в основном... Сейчас скажу, какие. В основном вот такие. Три с половиной. Ну, три килограмма. Вот там, видите, маленький и большой. Три килограмма, два килограмма. Три с половиной. Вот столько получилось кочанов. Это на хранение. Это тут на один не хватило, кажется. Нет, все завернутые. Надо как-то их еще то ли скотчем примотать. Скотчем еще примотаю сейчас, чтобы не разворачивались. Вот столько маленьких я не стала оборачивать, потому что это, когда я буду солить капусту, я буду так вот делить их на четвертиночки и целыми. Это очень вкусно. Это намного вкуснее, чем просто квашеное. Вот столько еще. В общем, что еще? У меня еще четыре сетки осталось. Две сетки поквасить, и две сетки, наверное, пусть замораживается. А что делать, хватит? Или, ну, посмотрю, как настроение будет. Субтитры сделал DimaTorzok